Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем разговор о том, как уберечь себя и своих близких от сект. Наш собеседник – известный адвокат Александр Александрович Карелов. Добрый день, Александр Александрович. Добрый день. Давайте немножко расскажем о деятельности центра Ирине Ильонского, в котором вы трудитесь. Этот центр существует уже более 15 лет. Он был создан Александром Леонидовичем Дворкиным. И, наверное, нужно высказать ему особую благодарность, поскольку на начальном этапе Александр Леонидович практически единолично принял на себя удар тоталитарных сект и принял на себя тот груз проблем и забот, связанных с противодействием тоталитарным сектам. Постепенно деятельность Александра Леонидовича получила известность, признание не только в церковных кругах, но и в обществе в целом. Его книги стали весьма читаемыми и издаваемыми, и заслужили высокую оценку не только у широкой публики, но и у специалистов. И они были в том числе признаны методическим пособием для работников правоохранительных органов и прокуратуры в том числе. Поэтому, конечно же, такая деятельность не могла не дать соответствующие результаты, и постепенно в России начали появляться один за одним центры, занимающиеся изучением и противодействием тоталитарным сектам. На определенном этапе возникла необходимость объединить эти центры, для того чтобы координировать их деятельность. И здесь, конечно же, был использован определенный опыт, который имеется уже в мире. То есть это создание соответствующих центров, которые обмениваются информацией друг с другом, которые имеют возможность обменяться информацией и опытом не только внутри конкретных государств, но и меж государствами. Есть такая организация «Фекрис Европейская», которая объединяет аналогичного рода центры, с которым на сегодняшний день очень активное сотрудничество, и Александр Леонидович Дворкин является вице-президентом этой организации. Аналогичная работа сейчас ведется и внутри православной церкви, то есть это объединяются центры, изучающие религии, секты, деструктивные организации различных поместных православных церквей. Вот недавно в Сербии прошло всеправославное совещание, которое уже пятое по счету всеправославное совещание, которое как раз и посвящено противодействию тоталитарным сектам. В этом году оно было посвящено проблемам гуруизма. Проблемам чего? Гуруизма. То есть это вождизм, гуруизм, это такое явление, которое свойственно, конечно же, большинству тоталитарных сект, но, к сожалению, явления гуруизма имеют место и в православии. Это так называемое псевдостарчество, когда люди самовольно принимают на себя вот такой неподъемный груз якобы старчества. То есть это лжеучителя, которые без особого церковного благословения становятся вот такими вождями, гуру для определенного количества верующих, которые, к сожалению, обольщаются их идеями, обольщаются их личным авторитетом, обольщаются их личной харизмой. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что и внутри православия имеют место возникновения вот такие вот сектантские группы, которые причиняют значительный вред и репутации церкви, и причиняют вред, конечно же, духовному здоровью людей. И об этом немало говорилось, в том числе и священно-началием православных церквей, которые принимали участие в совещании о том, что не только психическому здоровью вредят различного рода секты, но и духовному здоровью человекам. Давайте вернемся к вашей роли в деятельности Центра. Мы сотрудничаем с Александром Леонидовичем с 2001 года. Поводом к сотрудничеству, моим личным поводом, являлось то обстоятельство, что я сам лично стал сталкиваться с сектами, прежде всего, со свидетелями Иеговой. Был вынужден, в общем-то, выпроваживать их из собственного подъезда, когда они повадились ходить к нам в дом, пытались каким-то образом воздействовать на мою маму. Ну и после этого, естественно, я задался вопросом, а что это за организация? И первое, что мне попалось в руки, это книга Александра Леонидовича Дворкина «Введение в сектоведение». Эта книга до сих пор у меня хранится дома. После этого я просто-напросто познакомился лично с Александром Леонидовичем, познакомились на почве того, что мы просто обсуждали правовые вопросы противодействия сектам в интернете, и Александр Леонидович пригласил меня посотрудничать, тем более, что у него на тот период назрели уже определенные судебные вопросы. С той поры я с 2001 года до сегодняшнего дня я веду дела лично Александра Леонидовича в судах, и на сегодняшний день мы пока не проиграли ни одного дела о защите, чести, достоинстве, деловой репутации Александра Леонидовича. А сколько приходилось? Ну, у нас на сегодняшний день уже прошло более 10 процессов против различных сектантских организаций, все процессы мы выиграли. В основном это, конечно же, сектантские претензии к тем или иным высказываниям Александра Леонидовича в средствах массовой информации, в его книгах и в публикациях в сети интернет, мы, собственно говоря, уже наработали определенный опыт противодействия таким нападкам со стороны сект. И на сегодняшний день возникла следующая проблема, то есть проблема оказания помощи и сектоведам в регионах, проблема оказания помощи тем людям, которые пострадали от сект. И, собственно говоря, люди, обращаясь за консультационной помощью, нередко высказывали и вопросы правового характера. Ну и, безусловно, конечно же, когда речь идет о воспитании детей, об участии в воспитании детей, тех людей, которые попали в секту, или, наоборот, тех людей, которые пострадали от этой секты, допустим, о разделе имущества, наследственные вопросы, вопросы правовой оценки деструктивной деятельности секты, помощь потерпевшим в порядке уголовного судопроизводства и так далее. То есть это чисто правовые проблемы, которые связаны с деятельностью сект. Ну и, конечно же, эта проблема насущная, и к нам стали обращаться со всей страны. Мы создали юридический центр защиты прав и достоинства личности при Российской Ассоциации Центров Изучения Религии и Сект, который на сегодняшний день координирует работу юристов по всей стране. На сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что процессы, связанные с сектами, идут во многих регионах и обращаются к нам не только граждане, обращаются и профессиональные юристы, адвокаты, с которыми мы и делимся информацией, обмениваемся своим профессиональным опытом, каким-то образом пытаемся систематизировать имеющуюся у нас практику и оказываем совместно помощь тем людям, которые попали в затруднительную ситуацию, связанную с сектами. В чем эта помощь, кроме юридической поддержки, может выражаться? Психологическая какая-то поддержка, материальная. Что еще может получить человек, обратясь в центр Ирине Ильонска? Вы знаете, конечно, мы можем говорить об определенной юридической и психологической поддержке, потому что любой адвокат, в том числе и по своему призванию, это психолог и человек, который оказывает людям не только правовую, но и помощь сугубо духовную, сугубо нравственную помощь в той затруднительной ситуации, в которой оказался человек. Нередко адвокат является единственным доверенным лицом, человеком, который может знать те или иные тайные стороны жизни другого человека. Так же как врач, так же адвокат имеет определенную степень доверия со стороны клиентов. И, собственно, в тех ситуациях, в которых оказываются люди, конечно, мы нередко бываем единственными людьми, которые реально могут оказать в том числе и психологическую помощь людям. Ну, что касается материальной помощи, мы общественная организация, мы не обладаем такими значительными ресурсами, которыми обладают, скажем, коммерческие организации. Конечно же, наши возможности весьма ограничены. Безусловно, когда люди обращаются за правовой помощью, то в основном консультационную помощь мы оказываем людям бесплатно. Если речь идет уже о ведении конкретных дел, то, к сожалению, мы вынуждены, конечно же, брать определенные деньги, поскольку и законодательство об адвокатуре предусматривает заключение соглашения. Ну, безусловно, исходя из материального положения наших клиентов, которые нередко уже пострадали от сект, которые нередко не обладают значительными деньгами, ресурсами и так далее, мы, конечно же, идем навстречу. То есть, конечно же, это не коммерческая работа, это работа, все-таки, в общем-то, направленная на помощь людям. Поэтому нельзя это называть каким-то там высокодоходным ремеслом. Это, безусловно, социальное служение. Но служение, конечно же, определенное, как любое служение, оно требует определенных ресурсов, в том числе и компенсации затрат самого адвоката. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что мы не получаем какой-либо весомой поддержки от каких-либо спонсоров. Только вот в прошлом году впервые в Центру религиоведческих исследований был выделен грант. Но, конечно же, этого гранта явно не хватает на помощь всем тем людям, которые к нам обращаются. Возникает такой парадокс, что, по вашим экспертным оценкам, некое сообщество, являющееся сектой, наносящее вред людям, официально обращается в суд и подает жалобу на вас. Вообще, как вы взаимодействуете с государственными органами власти, с органами правопорядка, и почему такая ситуация возникает, что вам приходится объяснять, что эти люди неправы, что они действуют деструктивно? Вы знаете, приходится объяснять любому человеку, который вступает в борьбу с чем-либо деструктивным. Если человек борется с наркомафией, то, безусловно, он должен понимать, что его профессиональным риском является риск преследования со стороны той самой наркомафии. Если мы говорим о сектомафии, а мы нередко именно так характеризуем всю эту сектантскую систему, как систему организованной преступности, то, конечно же, нашим профессиональным риском является в том числе и необходимость защищать собственные интересы в правоохранительных органах и в судах. К этому нужно относиться с известной долей иронии и с философским отношением. То есть мы, во всяком случае, защищаем себя тем, что мы никогда не говорим неправды, мы говорим только то, что основывается на фактах, и мы даем соответствующую оценку этим фактам. Часто это не нравится сектам, когда мы их называем сектами, когда мы их называем деструктивными организациями, когда мы их упрекаем в каких-то неблаговидных поступках и так далее, что является поводом для обращения в суды. Вот Александру Ленину очень редко приходится давать объяснение в правоохранительных органах и в судах. Я в последнее время, представляя его интересы, сам он лично уже в суды не ходит, потому что нет никакой необходимости. Но это профессиональный риск. Здесь нужно четко понимать, что секты пытаются создать видимость своей легальности. То есть, безусловно, они пытаются эти процессы использовать как информационный повод для давления. Но если здесь, в Москве, к нам подобные претензии практически бесполезно предъявлять, за исключением каких-то, может быть, редких случаев, когда кто-то из нас допустит определенную ошибку, тогда возможно, конечно же, предъявление обоснованных претензий. То, например, в провинции мы сталкиваемся с тем, что нередко судьи не понимают сути этих организаций, нередко идут на поводу этих организаций. Бывали случаи вынесения неправосудных решений, которыми даже признавались определенные документы экстремистскими материалами, в том числе была ситуация в Хабаровске, связанная с кришнаитами, когда листовка, распространяемая местными ребятами-активистами, направленная против секты кришнаитов, на обороте которой была опубликована выдержка из материала нашего сектоведа Александра Кузьмина, эта листовка была признана экстремистским материалом. Когда мы об этом узнали, мы включились в этот процесс, нам удалось добиться отмены решения этого суда, исключения этого материала из федерального списка экстремистских материалов Министерства юстиции Российской Федерации. Было возбуждено уголовное дело в отношении тех ребят, которые распространяли эту листовку. Уголовное дело прекращено по реабилитирующим основаниям в связи с отсутствием состава преступлений. И вот там мы столкнулись с таким явлением, как коррупция сектантская. Вот там коррупция цвела махровым цветом, когда Кришнаитов на уровне Хабаровского края поддерживал весьма значимый чин из Следственного комитета при прокуратуре на транспорте некий Александр Шахов. На сегодняшний день сам Шахов уволился из правоохранительных органов и представлял уже как частнопрактикующий юрист интересы Кришнаитов на небезызвестном процессе в Томске, где местная прокуратура пыталась признать книгу Бхагавадгита, как она есть, экстремистским материалом. К сожалению, пока этот процесс у прокуратуры прошел неудачно. То есть он сам был Кришнаитом, получается? Да, он был Кришнаитом, лоббировал интересы этой секты. Причем лоббировал практически, достаточно нагло, вы знаете, практически не скрываясь. И, собственно говоря, меня даже поразили такие факты, что он, будучи должностным лицом весьма высокого уровня, в ходе допросов представлялся как лицом без определенного места работы. То есть он говорил, что он неработающий человек, который якобы был возмущен действиями православных активистов, которые распространяли эти листовки. На самом деле это, конечно, было не так. Он был высоко поставленным сотрудником правоохранительных органов. И вот это вот такой, знаете, весьма явный факт коррупции. К сожалению, мы констатируем то обстоятельство, что секты обладают большими финансовыми ресурсами. Конечно, коррупционный фактор в сектах весьма высок. И они обладают и достаточно большим административным ресурсом, поскольку пытаются всякими методами людей продвигать на определенные должности, для того, чтобы влиять на принятие государственных решений, для того, чтобы принять решения на региональном уровне. Если, допустим, с нами, конечно, им бороться сложно достаточно, поскольку у нас опыт уже весомый, то на провинциальном уровне мы сталкиваемся до сегодняшнего дня с попытками расправ над теми людьми, которые на местах выступают против сект. Я могу приводить эти примеры пока без имен. Я, допустим, не так давно под давлением секты в одном из дальневосточных городов был уволен заведующий кафедрой психиатрии одного из медицинских вузов, который имел неосторожность дать заключение по одной из нее пятидесятнических сект. К сожалению, профессору, заведующему кафедрой, пришлось расстаться со своей должностью под воздействием вот таких сект. То есть, в принципе, с реальным давлением со стороны сект мы сталкиваемся и сталкиваемся с этим повседневно. Получается, из ваших слов, что активность на Дальнем Востоке какая-то очень серьезная? Вы знаете, Дальний Восток один из самых бедовых в этом смысле регионов. Наверное, мы можем сказать о Дальнем Востоке, о Северном Кавказе. Два региона, которые можно особо отметить. Хотя секторы распространены по всей территории России, собственно говоря, по всей территории Европы достаточно широко. Это проблема общая. Но в нашей стране, конечно же, наибольшую тревогу вызывает именно Дальневосточный регион, поскольку наиболее удаленный. Там имеется возможность для существования сектанских организаций, для того, чтобы они скрывались в удаленных уголках Дальнего Востока. В том числе обсуждались вопросы, например, о существовании сектанских молодежных лагерей. И в том числе в Хабаровске имеется уголовное дело по одному из таких лагерей, где дети подвергались психологическому насилию. И Северный Кавказ, поскольку Северный Кавказ был всегда сосредоточием людей, которые представляют различные культуры, различные религиозные традиции. Там махровым цветом цветут секты, которые используют определенную нестабильность Северо-Кавказского региона в своих собственных корыстных интересах и в политических интересах западных государств, прежде всего США. Несколько лет назад всю Россию всколыхнула история так называемых пензенских затворников. И были разные оценки. Казалось, что это православные люди, которые подпали под влияние нездорового человека, что на самом деле это простые обычные люди, которые почему-то пошли под землю и поддались на эти убеждения своего так называемого лидера. Как вы объясняете этот феномен? Вы знаете, я хочу обратить внимание на две стороны этого случая. Первая сторона заключается в том, что люди-то они православные, но почему-то эти люди очень плохо знают и Священное Писание, наверное, невнимательно слушают проповеди в церкви, наверное, не вполне регулярно посещали церковные службы. Потому что в Священном Писании, в предании церковном, говорится о том, что никому не дано знать, когда придет конец света и когда Христос явится. И, собственно говоря, понятия «конец света» нет. Есть второе – славное пришествие Господа Бога Иисуса Христа, Сына Божьего. Понятие «конец света», собственно говоря, не совсем, с моей точки зрения, православное. Будет не конец света, будет начало света. Будет окончание нашего мира, тварного, греховного, и придет Христос, который принесет на землю уже совершенно новый мир. Поэтому, конечно же, людям надо быть более внимательными к тому, что говорится в церкви. Людям надо быть все-таки православными до конца, а не полувергами. Понимаете? И тогда эти люди не будут подвергаться воздействию со стороны всякого рода и мошенников, прохиндеев и психически нездоровых людей. Но есть и второй аспект этой проблемы – это внушаемость людей. Ведь дело в том, что действительно руководитель этой сектантской организации, собственно говоря, группы сектантской, психически нездоровой. Психически нездоровые люди, к сожалению, обладают достаточно высокой активностью в выражении своих взглядов, в выражении своих бредовых идей и так далее. И люди зависимые, люди внушаемые подвергаются этому воздействию. В психиатрии это называется психическая индукция. Когда люди перенимают совершенно бредовые идеи, перенимают методы и формы поведения психически нездорового человека и следуют за этим психически нездоровым человеком. Вот там это именно произошло. Здесь проблема-то уже немножечко переходит в другую грань. Проблема эта соприкасается с общей проблемой распространения психических заболеваний. Буквально недавно была озвучена по центральным телеканалам такая статистика, что у нас 10-15% людей, которые нуждаются в явной медицинской помощи, и до 40% людей нуждаются в разовой помощи психиатров. То есть это люди, склонные к депрессиям, к каким-то психопатическим поступкам и так далее. Они не всегда больны, но они нуждаются в определенной помощи. К сожалению, количество психически больных людей множится, в том числе и под воздействием сект. Сект является одним из факторов того, что количество психически больных людей увеличивается. Ну и, конечно же, люди должны иметь четкое православное мировоззрение. Это самое главное. Если уж вы принимаете святое причастие, то будьте православными до конца. Внимательно читайте Писание, внимательно относитесь к священному преданию русской православной церкви. Слушайте, о чем говорит церковь. Часто так бывает, что молодые люди входят в так называемые молодежные субкультуры. Готы, рок-музыканты. Как вы относитесь к этим субкультурам и есть ли в них некие признаки сектанские? Субкультура отличается от сект тем, что она не имеет конкретной организации. Но, безусловно, в рамках субкультуры могут организовываться определенные сектанские группы. То есть группы по увлечениям, которые возглавляют те или иные харизматические лидеры. То есть, безусловно, конечно, группы готов. Они могут формировать свои собственные сектанские такие группы. Группы наркоманов могут. Группы людей с каким-то девиантными формами поведения и так далее. С этим мы тоже сталкиваемся. И сами по себе вот эти субкультуры, которые приходят прежде всего из западных государств к нам, это очень новомодные различные увлечения, они, конечно же, являются почвой для вовлечения в секты. Поскольку они нередко культивируют откровенно сатанинские идеи, они нередко культивируют оккультизм, они культивируют половую и нравственную распущенность. То есть то, что, в принципе, рано или поздно приводит человека, в том числе, и в секты. Почему? Человек, который утрачивает нравственное здоровье, человек, который идет по пути какого-то собственной вседозволенности, рано или поздно ощущает дискомфорт от собственного поведения. Он пытается найти какую-то опору, опору своим взглядом, опору своим увлечениям. Он пытается найти какой-то круг друзей, которые его все равно будут поддерживать. И нередко они теряют истинных друзей и находят псевдо-друзей в этих самых субкультурах. И там они попадают на удочку к тем или иным недобросовестным людям, которые эту молодежь начинают использовать. Я не говорю сейчас даже о таких махровых случаях, как, допустим, вовлечение в сатанинские секты через, допустим, вовлечение рок-музыкой. Это такой классический пример. Я говорю сейчас хотя даже о том, что не так давно нам поступила информация от наших коллег из Греции, о том, что возникает на сегодняшний день новое течение молодежное, где дети просто вовлекаются в такие своеобразные клубы по интересам, где им говорится о том, что ни в коем случае не рассказывайте никому о том, что с вами происходит. И дети делятся на две категории. Если вы хотите что-то делать доброе, то вы становитесь как бы ангелами. Если вы хотите идти по пути зла, то вам предоставляются возможности. Дети вступают в такую замкнутую структуру, где они подвергаются сами или подвергают других явному физическому или иному насилию. Вот эти вот группы существуют на сегодняшний день на Западе. И, в принципе, я не исключаю, что такие группы уже проникают к нам сюда, в Россию. Здесь надо быть очень внимательными для того, чтобы не допустить трагедий. И уже имеются случаи и гибели несовершеннолетних в этих группах, и различного рода ритуальных преступлений, связанных с насилием над личностью. То есть, в принципе, вроде бы изначально это некая, может быть, новая субкультура молодежная, но она носит явно сектантский характер, поскольку она уже носит организационную какую-то определенную форму. Причем в этих группах, как правило, руководителями мелких вот этих структур, которые возникают на местном, на низовом уровне, являются, как правило, допустим, у мальчиков девочка более старшая, у девочек мальчик более старший. Могут быть и варианты. Но во всяком случае, вот такие группы, которые внешне вроде бы не носят такого религиозного характера, носят характер своеобразной мировоззренческой игры, уже являются такой почвой для создания сект. Давайте в завершении нашей программы напомним нашим зрителям, куда они могут обратиться в случае такой сложной жизненной ситуации. В случае сложной жизненной ситуации, если есть подозрение о том, что кто-то из близких попал в секту, либо в иную деструктивную организацию, в первую очередь надо обращаться в Центры по противодействию экстремизму, Федеральную службу безопасности. И за общественной помощью необходимо обращаться в соответствующие сектоведческие центры, которые действуют на территории нашей страны. Прежде всего, входящие в систему Российской Ассоциации Центров Изучения Религии и Секты, и есть ряд реабилитационных центров, действующих под эгидой Русской Православной Церкви, куда то, а также можно вполне смело обращаться. Кроме того, в каждой епархии созданы миссионерские отделы. Эти отделы уже функционируют, и за консультационной помощью можно обращаться к сотрудникам миссионерских отделов епархии, где, в принципе, можно получить квалифицированную помощь. Александр Александрович, спасибо вам огромное и за вашу работу, и за нашу беседу. И вам спасибо за приглашение. Спасибо. И пусть весь мир ликует и поет, Разбуженный пасхальным перезвоном, И слезы вдруг, как ручейки по склону, И тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова